Приветствую вас. Давайте разберём ваш текст, который вы написали. Смотрите, вы пишите. Что делать, если муж погряз в комплексе надонной блудницы? В начале брака он был очень страстен, но как только я забеременел, он резко перестал со мной спать и спустя четыре года ничего не пытается восстановить. Смотрите. Во-первых, очень часто бывает такая ситуация, что мужчины после того, как появляется ребёнок, к женщине, свои женщины начинают чувствовать такое охлаждение, скажем так. Связано это с тем, что женщина меняется, меняется достаточно неожиданно для мужчины, и влечение к женщине немножко падает. Здесь ничего страшного и удивительного нет. Во многом это зависит от того, как вы ведёте себя сами. с, допустим, мужем, с, допустим, ребёнком, вот, как вы себя позиционируете, к примеру, вот, и так далее. Здесь очень многое зависит от вашего поведения. Наверное, довольно тревожно выглядит то, что вы говорите, что он не пытается ничего восстановить, то есть не совсем понятно, почему он только должен пытаться восстановить, да, то есть не совсем понятно, почему только он это должен делать, ведь отношения строятся, в общем, ну, строятся, в общем-то, вы вдвоём, и почему вы, как бы, здесь перекладываете на мужчину, получается, ответственность за восстановление отношений, не совсем понятно, вот. Дальше. Значит, Господи, так, говорит, что любит, что я для него святая родная, как его мама. Хотя я молодая, красивая, страстная девушка. Мария, ну, я не сомневаюсь в том, что вы молодая, красивая, страстная девушка, но если вы с своим мужчиной ведёте себя как вот мама, да, то нет ничего удивительного в том, что человек вам чувствует вот то, что он чувствует. То есть, если мужчина у вас ведёт мама, значит, ведёт себя с ним как мама. Значит, вы, как бы, своим поведением, таким, себя, в общем-то, ну, от него отталкивает, по большому счёту. И момент здесь в том, чтобы, всё-таки, наверное, вести себя больше не как мама, а как, ну, наверное, как, всё-таки, действительно женщина молодая, страстная и красивая, как вы сами себя называете. А пока это получается, вот, скажем так, некоторые, ну, издаланс между тем, что, как вы себя описываете и тем, как вы себя ведёте. Потому что, например, молодая, красивая, страстная девушка не будет, наверное, ожидать, что её мужчина будет пытаться всё восстановить. Молодая, красивая, страстная девушка будет пытаться восстановить что-то сама. Понимаешь, что, ну, есть её ответственность тоже в том, что происходит. Вот, кроме того, очень важно понимать, какие у вас вообще, в принципе, отношения с мужчиной, скажем так. Вполне вероятно, что человек у вас, ну, мужчина просто, вот, такой не очень зрелый, да, ну, скажем так, не очень зрелый человек. Вот, и изначально уже там были некоторые трудности, некоторые сложности в том, значит, как он воспринимает вас, как он воспринимает ребёнка своего и так далее. Вот. То есть, по сути, по сути, вам необходимо не от своё поведение, и вам, как правильно сказал мой коллега, вот, очень важно увидеть то, как вы повлияло, на то, что происходит сейчас между вами и вашим мужем. Вот. Знаете, какая штука? То есть, вот, его идеализация, да, значит, ну, вас вот и вот то, как он вас идеализирует. Ну, это очень такая, такая проблема, да. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Ну, пока что, пока что, пока что. Вот. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что это было полено вам, надеюсь, что это было интересно вам. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Но, в любом случае, вам желательно вместе с мужем проконсультироваться у психолога, ну, у семейного, у семейного психолога для того, чтобы лучше понять себя, вот, для того, чтобы лучше понять, может быть, своего мужа. Вот. Вот. Погнали. 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 Вот. Это то, что я могу вам сказать на данный момент. Ну, и ответ Кудрышева Игоря Леонидовича на мой взгляд тоже очень хороший, и ему нужно вам пришлось удачи вам, всего самого-самого доброго. Надеюсь, что у вас всё получится, и свои отношения вы не только сможете сохранить, но и улучшить.